здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала а также парфманьяки и любители парфюмерии это канал fragrance mania канал который посвящен парфюмерии и парфюмерному этикету сегодняшнее видео это будет распаковка и краткий обзор о де парфам фрэнк оливье я этот аромат получил от своего родственника который купил его своей жене и он дал мне его на распаковку чтобы я его распаковал показал вам как выглядит лакон упаковка и рассказал о своих впечатлениях готовы к распаковке я тоже тогда давайте начнем вот такая вот упаковочка теперь давайте я ее открою и посмотрим что нас ждет внутри такая белая коробка написано фрэнк оливье воды парфам париж емко 75 миллилитров и сверху мы видим логотип дома фрэнк оливье сзади мы видим надпись тоже фрэнк оливье и здесь есть ингредиенты теперь давайте я открою коробку и посмотрим как выглядит сам флакон ухты он еще и замотан бумагу такую интересную и что мы здесь видим мы здесь видим вот такую вот вроде как рапушку что ли написано фрэнк оливье париж снизу мы видим бич код и есть дата выпуска окончание срока годности я здесь не вижу и здесь еще есть наклейка и выбита фрэнк оливье крышка пластиковая легкая но закрывается она очень плотно и хорошо пульверизатор здесь большой и давайте я сейчас нанесу на себя этот парфюм несмотря на то что он женский и расскажу вам о своих впечатлениях так первый холостой второй пошел итак старт у аромата довольно таки громкий и хорошо заметный я вот сделал буквально два брызга на кожу чувствую как аромат здесь разошелся облаком вокруг меня и сразу со старта чувствуется что это женский аромат и потому что в нем в старте хорошо чувствуется ноты цветов есть какие-то немного сладковатые фрукты но сам по себе в общем ароматы не сладкий и если дать оценку его сладости то я бы дал где-то 55 с половиной и этот аромат и абсолютно не молодежный он на дам более старшего возраста я бы даже сказал что этот аромат немного ретро потому что все ароматы которые сегодня создаются они все-таки не имеют такого букета и как в этом аромате поэтому сразу чувствуется что это старая школа где-то 90-х двухтысячных годов я правда не знаю когда этот аромат был выпущен в каком году но чувствуется как я уже сказал что это не современный аромат если бы меня спросили кому подойдет этот аромат то я однозначно сказал бы что этот аромат на женщин постарше после 35 и старше если говорить на какое время года то я бы сказал что этот аромат и больше на прохладное время года потому как и своим вот этим вот букетом он все-таки думаю летом будет немного душить если говорить на какое время суток подойдет аромат то я его в принципе вижу как универсальный его можно одеть и как и днем куда-нибудь в офис также его можно одеть вечером на какую-нибудь культурную программу либо на какой-нибудь увеселительное мероприятие и насчет стойкости и шлейфа я ничего не могу сказать сколько он будет держаться на коже но судя по тому как он сейчас пахнет я думаю что часа четыре он точно должен продержаться на коже и в шлейфе я думаю будет держаться где-то часа полтора может быть даже 2 вот такое вот впечатление у меня по поводу этого аромата если вы с ним знакомы то можете оставить свои комментарии под видео я прощаюсь с вами будьте здоровы и до новых встреч пока и